Полиция нравов никогда не решает никакую проблему нравственности, абсолютно. Она решает проблемы преступлений, связанных с проституцией, с какими-то подобными явлениями. То есть, по сути дела, это так или иначе некая ограничительная организация. Она должна, конечно, быть. И, по сути, в России она есть, ведь наши правоохранительные органы выполняют, должны, по крайней мере, свои функции. Вопрос в другом. Вот так же, как Министерство культуры не может иметь никакого отношения к глобальному понятию культуры, так же, как и полиция нравов не имеет отношения к нравам и к нравственности. Это закладывается исключительно за счет наличия в обществе некой категории нравственности, которая постоянно, то, что называется, имплицитно присуще каждому человеку. Когда я понимаю, что есть вещи, которые я не осуществляю не потому, что меня накажут, и не потому, что меня родители осудят, а потому, что я действительно хочу поддерживать некую гармонию в обществе. Это совсем другой уровень самоосознания себя в этом обществе. Он идет от чего? Я уважаю тех, кто рядом со мной, и они уважают меня. Россия построена, к сожалению, сейчас, в последнее время, немножко на других понятиях. Это понятие ненависти, вот то, что называется модным словом хейтерство, когда все, что мне говорят, я на это реагирую всегда негативно. Посмотрите разницу между оценками событий в российском секторе интернета и, положим, в американском. Подавляющее большинство всегда комментариев негативные, потому что позитивные люди хорошо одеслись и молчат. Негативисты сразу изливают свой негатив. Это показывает не то, что они не согласны с идеей, а то, что им нужно пространство, где издрить накопившуюся злобу, недовольство жизнью, желчность такую. И это говорит о кризисе как раз нравственности в обществе. Нет никакого института, который за нас решит эту проблему. Церковь не решает проблему нравственности. Она декларирует целый ряд очень важных и, наверное, правильных вещей, но способы пропаганды церкви этой нравственности находятся, конечно, на уровне совсем другой исторической эпохи и не воспринимаются многими людьми. Более того, сами способы привнесения этих очень правильных идей вызывают отторжение. И в этом плане общество должно иметь нравственных лидеров вне религии, вне политики. Это обычно и писатели, и, возможно, экономисты, и актеры. То есть люди, которые, с одной стороны, на публике, с другой стороны, устанавливают идеалы нравственности. Конечно, нельзя говорить никакой нравственности, когда в стране люди, которые находятся на важных государственных должностях, на всероссийском уровне, на региональном уровне, по сути дела, обвиненные во многих абсолютно безнравственных поступках, остаются на своих постах. Тогда человек говорит, что же я буду белой вороной? Вот здесь, чтобы устанавливать нравственность, нужно еще очень большое мужество. Сказать, что да, я готов быть белой вороной, но я этого делать не буду. Знаете, не всегда можно, когда идет страшная драка, и кого-то избивают, не всегда можно защитить этого избиваемого. Но, по крайней мере, не надо участвовать. Вот это уже тогда будет первый шаг к нравственности. Вот если лидер государства или лидер города говорит однажды, «Ребята, я нравственность, я не ворую, я это не делаю», все остальное за ним потянется. Вот здесь как раз Россия, благодаря своей абсолютно прогосударственной структуре, все начинается с головы. Нам здесь проще. Мы не Индия, и нельзя ожидать, что придет Махатма Ганди. Или в России придет Махатма Ганди или кто-то подобный ему, его посмеют, вытолкают, а чаще всего, наверное, запретят через какие-то церковные механизмы. Поэтому в любом случае у нас нравственность государственная. И она основывается на критериях, которые так или иначе выгодны государству.